Здравствуйте! И позвольте разжечь. Сегодня, уже традиционно, мы подводим итоги уходящего ноября 2012 года с известным политологом Андреем Пиантковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Добрый день, Александр! За последний месяц очень много чего произошло. Это и отставка Сердюкова, и назначение Шойгу министром обороны, и заявление у Медведева о том, что он может и способен войти в президентскую реку второй раз. Что случается у нас в нашем королевстве? Борзеют звери в политическом цирке? Или что-то не так с дрессировщиком? Или нашли нового укротителя? Ну, не будем путать жанры драматические и комические. Вы понимаете, Медведев... Да, лучше без комментариев. А что касается нашего верхнего цирка, то, мне кажется, там кризис наверху обостряется. Это еще не тот раскол элит, который является таким спусковым ключком финальной стадии падения режима. Пока это борьба кланов за финансовые потоки. Но сам факт этой борьбы говорит об очень серьезных изменениях в соотношении сил. Вот вы упомянули совершенно справедливо два самых крупных события. Это отставка Сердюкова и назначение Шойгу. И то, и другое событие говорит о явном ослаблении единоличной власти Владимира Путина. Ну, он никогда не был, так сказать, полным диктатором. Но в этом своем внутреннем политбюро, он, конечно, играл роль разводящего. Арбитра. Альфа-стерха, медиатора. И никакой конфликт серьезный не мог быть разрешен без него. Первый сигнал поступил в прошлом месяце. И, по-моему, мы уже успели его обсудить. Я тогда сказал, и сейчас остаюсь при глубоком убеждении, что отставка Сердюкова была ему навязана. Но навязана, как это ни парадоксально, не какими-то врагами Владимира Владимировича, а как бы самыми ближайшими его друзьями, ближайшими окружением. Ну, это примерно в окрестности таких людей, как Иванов, Чемизов, Зубков. Ну, это с Зубковым 20-летней связи еще по знаменитому проекту продовольствия в обмен на цветные металлы. Чемизов, Иванов, это чекистское братство. Они почувствовали возможность, не советуясь с Владимиром Владимировичем, не интересуясь как-то, понравится ли ему или нет, расправляться со своими личными врагами. Конкретно с личным врагом Сердюковым. А вот самые последние дни, еще там гораздо мельче фигура, но, тем не менее, мадам Скринника, которая нам там интересные вещи рассказывает, она тоже успела войти в очень серьезные конфликты и с Зубковым, и с Ивановым. Да, она, кстати, сказала, что спросите у Зубкова насчет миллиардов. Да, Зубкова о многом, о чем он спрашивает, вот о той же сделке века 91-го года в Питере, тоже у него можно спросить. Вот, то есть мнение Владимира Владимировича, они по этому вопросу уже не интересуются, что свидетельствует о ослаблении его позиции. Ну, наверное, это как-то связано и с теми смутными слухами о его здоровье. Слово «спина» уже произносят такие лояльнищи к Кремлю комментаторы, как господин Сванидзе, например, или такой брат по евразийскому содружеству, как Александр Лукашенко. Причем он позволил себе, на мой взгляд, достаточно издевательской формы прокомментировать состояние здоровья нашего национального лидера. Ну, хоккей – суровая игра все-таки, Андрей Андреевич. А вот хоккей играют настоящие мужчины. Понятно. И тем не менее, насчет слухов о болезни Владимира Владимировича, как вы считаете, они преувеличены или там на самом деле что-то… Ну, вы знаете, мы же с вами все-таки не специалисты. Хотелось бы обсуждать политические темы, а не медицинские. Конечно, здоровье первого лица – это всегда острая политическая система, особенно в персоналистской системе власти. Но есть факты, есть факты. Человек работает с документами за городом, давно не приезжает, давно не выезжает за границу. Но вот Владимир Владимирович решил так положить конец всем этим наветам. И, как известно, 3 декабря отправляется с рабочим визитом в Турцию. Вот мы увидим, насколько он хорош. Но то, что брожение в элитах и в ближнем круге не то, что началось, да оно началось раньше, оно началось с неосторожного заявления Владимира Владимировича в начале сентября, что хорошо бы, ребята, денжаты и активы из-за рубежа переводить сюда. Но ребята же, они все знают, чьи активы Абрамович держит, феи Чимченко. То есть это как-то не по-пацански прозвучало. И, может быть, вот все эти непозволительные раньше действия его окружения, они являются и такой вот демонстративной реакцией на не совсем корректное поведение крестного отца. Второй вопрос. В ноябре месяце прошло, наконец, второе заседание Координационного совета оппозиции. И это заседание обнаружило некое размежевание оппозиции на две группы. Насколько серьезно это размежевание? И в чем, собственно, суть, в чем краеугольный камень? В этом размежевании нет ничего удивительного. Я уже давно предлагаю термин, и постепенно он такое завоевывает признание, что то, что происходит в России с декабря прошлого года, это мирная, ненасильственная, антикриминальная революция. Ну, слава богу, мы тут все люди образованные, мы изучали историю некоторых революций. Вот этот раскол происходит в любой революции. Якобинцы и жарандисты, большевики и меньшевики, так сказать. Радикалы и постепенцы, революционеры и адаптанты. Как Ленин, помните, говорил, что для того, чтобы объединиться, нужно сначала обвиживаться. А это, я не полностью согласен с этой формулой Владимира Ульянова, тут дело не в том, что можно или нужно, это сама жизнь расставляет людей на разные позиции. Есть позиция, с которой схожу я и мои ближайшие личные политические друзья, это то, что сошлюсь на человека далекого от нас, человека почти властного, но блестящего аналитика Михаила Дмитриева, который сказал, что курс, с которым ведет страна сегодняшний раз, это национальная смерть русского народа. Поэтому здесь, казалось бы, все идеологические разногласия должны уйти в другую сторону, и власть абсолютно нелегитимна, и мы должны мобилизовывать массовое движение снизу против этой власти и вызывать, провоцировать, ожидать, вести переговоры с людьми во власти, чтобы наступил тот самый раскол элит, который приводит к победе протестного движения. Есть люди, которые считают, что... Ну, они любят, поэтому вы знаете, в конце концов, большинство людей голосовало за Путина, это очень спорный термин, но сейчас у нас нет времени. Он легитимный президент, давайте влиять на власть, давайте участвовать в муниципальных выборах в Махастранске, давайте, в конце концов, в 2018 году будут президентские выборы, нужно готовиться, выдвигать новую кандидатуру и так далее. Понимаете, это две позиции, нам просто нужно перестать убеждать, постараться убедить друг друга, это невозможно, потому что это не доказательство математической теоремы, это, по-моему, я не помню, кто говорил, кажется, Макс, что если бы законы математики и затрагивали классовые интересы, то о них никогда бы не договорились, потому что люди, занимающие вот эту позицию влияния, ну, они по существу выражают точку зрения людей, находящихся во власти. Ну, я вот немножко возвращаясь к первому вопросу, мы там чуть-чуть не договорили, ну, там, с одной стороны, там люди финансовые потоки делят, а с другой стороны, явно они задумываются о так называемом другом парне. Это тоже была тема одной из наших предыдущих бесед. Ну, черт его знает, как его здоровье, что он во многом даже и здоровый, Путин уже как бы не справляется вот с этой функцией другого парня, призванного охранять их социальное завоевание, миллиарды этих людей. Для этого его поставили в 90-е году. Ну, и вот, как минимум, две параллельных линии возможного наследника. Одни люди вот выдвигают Шойгу. Он получил невероятное такое возвышение. Это что-то совершенно не характерно для путинского стиля. У него теперь фактически две армии. У него две армии, лично. Я даже думаю, что вот настоящая армия, она даже ему предана больше, чем та личная, потому что он столько им подарков делал, начиная от парада Нахимовцев на Красной площади до восстановления военно-медицинской академии, вообще военно-медицинского обслужения. Это вообще очень важный вопрос, действительно. Это можно обсуждать. Там было, среди либералов, было принято восхищаться либерализмом, модернизмом господина Свердюкова, но лишить армию вот этих медицинских структур, ну, очень сомнительное решение было. И кроме этих двух армий, он считает еще более важную армию мнения народного. Вы понимаете, ну, для любого телезрителя они все жулики, они все воры, а вот господин Шойгу все время тушат пожары. Что они видели? Какую картинку он увидит? Тушат пожары, несет, ну, как, спасетную девочку. Но ведь в 2010 году МЧС был абсолютно не готова к пожарам. Ну, это такие тонкие аналитики, как вы, могут заветить, это не готовность. А я вам говорю, что мы видим на телевизионном экране. Я веду к тому, я думаю, в этом институте, что он, пожалуй, единственная фигура, которую хоть как-то можно продавить на более-менее приличных выборах. Вот. А второй проект, это Кудрин Прохоров. Естественно, это разработка других людей. Я думаю, заведомо неудачная, но хотя бы потому, что этих людей уже никогда, ни на каких выборах продать населению будет невозможно. Так вот, я считаю, что наши оппоненты в Координационном Совете, и это, с моей стороны, не разоблачение, а просто констатация факта, я думаю, что они сознательно участвуют вот в Кудринском или Кудринско-Прохоровском проекте. Ну, самые простодушные из них это не скрывают. Господин Дельфант, например, бедный ученый, все время практически об этом говорит на последней передаче на «Эхо». он очень долго рассказывал, как они собираются честно сотрудничать. Кстати, съезд Прохоровской партии на вас какое впечатление провели? Ну, я там не был, естественно. Да никакого впечатления на меня не мог провести. Прохоров полная пустышка, но так же, как Кудрин. Вот если бы я был политтехнологом этой группы, которая толкает, я бы на их месте постарался перевербовать у силовиков Шойгу. Если вспомните, у Шойгу с ними были прекрасные отношения в последние 20 лет. Во-первых, откуда появился Шойгу? Даже не из Гайдаровского правительства, а из правительства Ельцина, когда РССР был еще в составе СССР. Потом, в 93-м году он выдал 2000 автоматов калашников Егору Тимоничу Гайдарову в известной акции. В 99-м году он сыграл колоссальную роль в операции Путин, изображая лидера созданной Березовским партией опять же работы на этих людей. Так что связи там у них достаточно плотные. Это реальная операция переработать Шойгу. Другое дело, что для Шойгу конечно козырной картой будет так называемая борьба с коррупцией, а больше нечего показывать народу. Для этого надо же периодически бросать на колья народного гнева каких-то крупных бояр. Так вот людей вот этого круга героев 90-х бросать будет гораздо так легче, приятней, православней, электоральней и так далее. Поэтому чисто прагматически он все-таки может остаться при соловиках, но проблема в том, что Кудрин-Прохоров это абсолютно безнадежная фигура для продажи их на каких-то чуть-чуть что-то напоминающих выборах. И вот так получилось, что в координационном совете сложилось две группы вы против Кудрина и Прохорова, а другие нет. Мы против системы в целом, мы против операции «Наследник». Как бы не назывался этот наследник Кудрин, Прохоров или может быть Навальный и Собчак. В конце концов они могут эта группа убедившись, что Прохоров и Кудрин неизбираемы, а Шойгу твердо приватизирован силовиками, а она может искать какие-то другие кандидатуры. В любом случае эти люди за продолжение вот того режима хлиптократии, сложившегося за последние 20 лет, ну, может быть в каких-то новых, более европейских одеждах. Вы сегодня на Эхе Москвы в своем блоге опубликовали статью, в которой, кстати, я нашим зрителям очень советую ее почитать. В этой статье, Андрей Андреевич, вы намекнули, что может быть на вопрос «А кто?» может ответить некая фигура, которая может примирить всех. То есть, это может быть какой-то правовед, человек известный, ученый, правовед. Вы знаете имя этого учения? Нет, вы знаете, я уточню относительно этой фигуры. Нет, ну, я могу, у меня есть знакомые ученые-правоведы, но я хочу подчеркнуть, чтобы не создалось неправильное впечатление у зрителей. Речь идет не о человеке, который, вот, я бы поставил вместо Шойгу или Кудрину, Шойгу и Кудрина Тирас Прохорова, хотят сделать наследниками президента, вот, сегодняшнего русского царя. Наша задача не в том, чтобы на место плохого царя Путина поставить хорошего царя Кудрина или Навального, а в том, чтобы ликвидировать должность царя, то есть, изменить существенно конституцию, ввести парламентскую систему, а для этого нужен очень хорошо продуманный переходный период, о котором я пишу, между днем Х, отставка незаконно, нелегитимного президента до выборов законных органов власти. Так вот, я говорю об этом человеке, ученом правоведе, который, ответственностью которого была бы роль исполняющего обязанности президента в течение этого периода 6-8 месяцев, и который заведомо не претендовал бы на политическую роль после выборов, то есть, был бы абсолютно беспристрастным арбитром в течение вот этого очень критического периода. И последний вопрос. Каковы дальнейшие действия власти, на ваш взгляд, в наступающем декабре 2012 года? Будет ли она продолжать закручивать гайки? Будет ли продвигать дальше агрессивно Шойгу? Ну, и так далее. Что, на ваш взгляд, может быть? Вы знаете, даже в вашем вопросе чувствуется, что сейчас уже, это верно, что у нас такого понятия власть единого нет. она уже расщепилась на партию Шойгу, партию Кудрина, которых объединяет идея другого парня. Ну, наверное, Путин еще не полностью проник с идеей другого парня. Он, наверное, думал, что он и есть тот самый парень на все времена. И его непосредственное окружение не разделяет тоже заблуждение. Поэтому у вас много вопросов. Что будет делать каждая, каждая из вот этих, их нельзя назвать ветвями, ветвями власти в демократической культуре называют что-то совсем другое. Между этими щупальцами власти, я бы сказал. Понимаете, вот часто говорят и очень верно говорят, прекрасное определение, что Путин, да и власть в целом, и весь отправящий класс, он хочет править как Сталин и жить как Абрамович. Так вот, эти реакции, этих щупальцев будут зависеть от того, какие инстинкты будут возобладать в этот момент Абрамович или Сталина. Вообще, вот вся проблема власти, что удержать две эти модели поведения вместе очень трудно, а в критической ситуации почти невозможно, вот ей придется выбирать между Сталином и Абрамовичем. Благодарю вас, Андрей Андреевич, за исчерпывающие ответы. Итак, власть будет инстинктивно защищать себя и хочется надеяться, что у граждан тоже остался инстинкт самосохранения, а также сохранения страны. Смотрите предвестник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!